книга открытым оком тема суды том 12 вопрос 2728 вы посылали текст опровержения на отступников из вашей общины какие последствия на него после этого были отвечает игнатий тихонович лапкин они выдвинули встречный иск цитата в декабре 2004 года среди членов крестовозвиженской общины был распространен так называемый текст опровержения который из и должны были подписать признав свою вину в распространении своих религиозных взглядов среди данной общины в данном тексте содержится сведения не соответствующие действительности в частности превратно истолкованы в оскорбительной форме мотивы исцов каждый из исцов якобы цитата поддался искушению от дьявола и злобе человеческой кроме того в тексте опровержения содержится утверждение что исцы причинили зло людям нравственные страдания испытываемые истцами причиненные действиями ответчика посягающие на принадлежащие им от рождения и в силу закона нематериальные блага взыскать с ответчика лапкина и ты в сумме по 40 тысяч рублей каждому двое обязать ответчика напечатать опровержения ложных сведений далее кавычки опять открываются я раскаиваюсь в том что оскорблял обоих ложно истолковывая мотивы их деятельности что они якобы поддались искушению от дьявола и злобе человеческой причиняя зло людям 17 февраля 2005 год вот часть моего отзыва на этот иск цитата чтобы суд мог правильно уразуметь смысл всего заявления нужно помнить что этот конфликт случился внутри крестовозвиженской общины православных христиан русско-православной церкви за границей города барнаула а не в рабочем коллективе государственного учреждения и сын неоднократно подчеркивает что распространение ими листовки заявления 5 декабря 2004 года среди членов крестовозвиженской общины произошло когда они были еще членами общины не будем их в этом опровергать это так как раз и послужит к большему их осуждение они добровольно в письменном виде подавали заявление о допуске их к окрещению после оглашения устной подготовки ознакомления с основами христианской веры с порядками в общине наша община отличается от других тем что в ней все делается по серьезному что написано нужно обязательно выполнять поэтому в подготовительной стадии готовящегося к окрещению ему дается два поручителя которые помогают ему освоить и не нарушать евангельские заповеди каноны соборов правила общины и церковную дисциплину после этого церковные советы 10 человек и два поручителя разбирают открыто достойны ли кандидаты к окрещению или нужно еще на год продлить их подготовку срок подготовки может быть до трех и даже до пяти лет это событие всегда бывает субботу накануне крещения которое происходит в первое воскресенье после 7 июля в озере наша община не стремится набрать количество она заботится о верности господу иисусу христу что происходит сверка ее действий с библией каждое воскресенье после богослужения в наш на нашей трапезной происходит общее собрание не решаются открыто вопросы общины если есть какие-то нарушения то они обязательно будут разобраны каждый может открыто по регламенту выступить если есть какое-то предложение если есть какое предложение главным бузатером и нарушителем собраний всегда был такой-то так что его едва можно было усмирить и усадить на место дерзость его характерная черта когда человек нарушает внутренний порядок дисциплину заповеди божие ему на это укажут так оба истца стали употреблять алкогольные напитки на рабочем месте и их строго предупредили чтобы они не позорили нашу общину они пишут в исковом заявлении что в нашей стране по действуемую чему законодательству действует презумпция добропорядочности человека но у церкви есть законы вне времени государственного устройства вечные евангельские законы есть библейские истины и по ним церковь руководствуется о чем и сказано в уставе общины зарегистрировано в краевом отделе юстиции пункт 5 что никак и нигде не противоречит библии согласно библии все люди грешны при зачатии и при рождении и это склонность к злу гнетет их через темные дьявольские силы вечное осуждение в аду с сатаной первое послание петра 5 глава 8 стих трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить в исковом заявлении из и солгали умышленно уже в первой строчке что в декабре 2004 года среди членов хрестовозреженской общины был распространен так называемые текст опровержения они этого не докажут во веки веков ибо такового факта не было никогда на белом свете текст опровержения был составлен после того как из и раздали в утреннем полумраке 5 декабря 2004 года свои листовки ставя единственную цель развалить общину чего они и не скрывали тогда название вая многим убеждая о своей правоте и не скрываю даже сейчас грозясь положить всю жизнь на то чтобы нашу общину сняли с регистрации в церкви существует такой порядок евангелие от матфея 18 глава с 15 по 17 стихи если если же согрешит против тебя брат твой пойди и обречи его между тобою и им они если послушает тебя то приобрел ты брат своего если же не послушает возьми с собой еще одного или двух дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилась всякое слово если же не послушает их скажи церкви а если и церкви не послушает то да будет он тебе как язычник и мытарь послание к ефесянам 5 глава 11 стих и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте первое тимофею 5 20 согрешающих обличает пред всеми чтобы и прочие страх имели я как староста был обязан обличать их вразумлять здесь же было с их стороны хамство дерзость такой-то музатер в личном присутствии в лицо настоятеля лавкина и акима в его комнате на улице ползунова 6 6 ноября 2004 года выкрикивал многократно в присутствии дубунова игоря владимировича был жете когда я их обличил за эту листовку и они не вразумились тогда был составлен текст опровержения и на квартиру и сам двумя сестрами были отнесены эти тексты так и повелевает нам евангелие но так как они ожесточились и не раскаялись то согласно слов христа 12 декабря 2004 года они были общим собранием исключены из общины это было сделано ради порядка так как фактически они уже ушли из общины до этого дня более чем за месяц и уже яростно воевали против общины понося нас самыми злыми словами прелюбодеями еретиками что и отражено в их листовке в поданном лично и сам двумя свидетелями петеримовой алевтиной пантелеевной и алфимовой людмилой степановной тексте опровержение все до единого слова соответствует действительности из и не согласны со словами что цитата они поддались искушению от дьявола и злобе человеческой это читать без смеха нельзя выходит что вот тут то они себя и обнаружили что они были только лже братьями и в действительности никогда нашими то и не были первое послание и а на 2 глава 19 стих они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то остались бы с нами но они вышли и через то открылось что не все наши у нас есть утренние вечерние молитвы которые нам рекомендовано читать ежедневно это дело совмести каждого человека молится он или молитвенник руки не берет никогда дело в том что в этих молитвах ежедневно мы 38 раз просим бога избавить нас от происков дьявола сатаны демонов бесов духа злобы и ни один верующий не посмеет утверждать что он не подпадает искушению от дьявола ибо и в молитве очень наш о том же просим избави нас от лукавого слова эти встречаются в библии дьявол 36 раз сатана 45 раз без 57 раз дух нечистый 24 и еще многими другими названиями 3 книга царств 22 глава 22 стих он сказал я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его господь сказал ты склонишь его и выполнишь это пойди и сделай так оба истца заявляют что 4 декабря 2004 года до их в кавычках просветления они делали все по заблуждению неверно и в том раскаиваются это и есть что в их устах дух дьявола давно засел но у нас нет никакой уверенности что ныне этот дух вышел из них так как они на каждом шагу лгут поносит общину и меня лапкина игнати тихоновича в опровержении сказано мной и не причинять зло людям это просьба на будущее исты же и здесь лгут говорят на странице 1 своего искового заявления исты причинили зло людям это их устами говорит сама истина хотя бы один раз относительно письма одному истцу не следует и рассуждать это не подлинник и на нем нет моей подписи у меня вызывает некое сомнение его подлинность я чрезвычайно экономлю на принтере и письма обычно пишу от руки так старшей сестре общины капустиной т.к. я написал за лето 2004 года 24 письма из них 8 авторучкой и 16 простым карандашом письма же к сестре с подписью по смыслу же можно подписаться под каждым словом письма к лже брату здесь все соответствует истине столько злодейства сотворил в тот год он детскому лагерю стану если он получил такое письмо то лично себе я находился от города барнаула за 150 километров и уж никак не мог его принуждать к прочтению письма если он читал это письмо то только по его обычной дерзости вот я какой и никого не боюсь и ничего не стыжусь в ответ ли на это письмо но он своей рукой у чернилами 11 августа 2002 года написал мир вам игнатий тихонович спаси вас господь за ваш ответ камень с плеч прошу ваших молитв будьте здоровы про другого из са а его пребывание общины нельзя сказать ни слова белое пятно и как не поверить сказанному в письме что без наказания бог не оставит столь безумные поступки бог вымел дерзких истов из общины они опустились на уровень прежней мирской жизни отреклись от всего что получили здесь начали пить на работе алкогольные напитки они же мне как духовные дети были и оба вдруг требуют высадить с меня им по 40 тысяч рублей и оба прекрасно знают что у меня пенсия тысяча и три рубля 48 копеек и что 24 декабря 2004 года сгорела моя квартира и почти все в ней что накоплено было на за жизнь и что я после тяжелой операции чудом хожу и что мне уже шестьдесят пять лет и оба семьями своими прописаны в моем доме бесплатно и жили бесплатно моем доме когда были холостыми здесь не просто по пьянке писали а видна полная одержимость бесовская полное попрощение совестью ума даже если бы суд им это и присудил то и тогда разве только тело мое продали бы в раз в рабство для бога нет презумпция человеческой глупости и нет презумпции содома 1 иоанна 3 15 всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца а вы знаете что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающий 1 иоанна 4 20 кто говорит я люблю бога а брата своего ненавидит тот и ложец ибо они любящие брата своего которого видит как может любить бога которого не видит если потерпели бесконечно ужасную трагедию вере произошла катастрофа всей их будущности поле христиане евангелие от матфея 7 27 и пошел дождь и разлились реки и подули ветры и налегли на дом тот и он упал и было падение его великое дождь это демоны дьявол убивли основной книги по которой христиане надеются спастись свой специфический язык бог как автор библии говорит с нами без листья придыхания открыто показывая что мы есть на самом деле вот только малая часть эпитетов какими бог наградить может каждого кто нарушает его заповеди евангелие от матфея 25 глава 41 стих тогда скажет и тем которые по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечные уготованные дьяволу и ангелом его книга пророка малахи от 3 глава 9 стих проклятием вы проклятые потому что вы весь народ обкрадывайте меня ивангелие от матфея 23 33 змеи порождение ехиднины как убежите вы от осуждения в гиену прок и сая 28 8 ибо все столы наполнены отвратительную блевотину нет чистого места прокси рахов 34 глава 21 стих хлеб нуждающихся есть жизнью бедных отнимающий его есть кровопийца про законе 22 5 на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок перед господом богом твоим всякий делающий сие книга пророка исаи 24 глава 16 стих и сказал я беда мне беда мне увы мне злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейский евангелие от 3 глава 17 и 19 стихи безумные слепые что больше золото или храм освещающий золото безумные слепые что больше дар или жертвенник освещающий дар книга деяний 13 глава 10 стих апостол павел сказал о исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей господних послание и акова 4 глава 4 стих прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу пророка языки 1625 при начале всякой дороге устроила себе возвышение позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния твои евангелие от матфея 15 глава 26 стих и 7 глава 6 стих не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас книга притчи и 26 глава 11 стих как пёс возвращается на свою блевать на блевотину свою так глупые повторяет и глупость свою 2 петра 22 но с ними случаются поверные пословицы пёс возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи проксофоне 3 глава 3 стих князья его посреди него рыкающие львы судьи его вечерние волки не оставляющие до утра ни одной кости псалом 57 2 5 подлинно ли правду говорите вы судьи и справедливо судите сыны человеческие беззаконие составляете в сердце кладете на весы злодеяния рук ваших на земле самого рождения отступили нечестивые от матери заблуждаются говоря ложь яд у них как яд змеи на глухого аспида которая затыкает уши свои книга пророка михея 3 глава 5 стих так говорит господь на пророков варящего заблуждения народ мой которые грызут зубами своими и проповедуют мир а кто ничего не кладет им в рот против того объявляет войну также следует остановиться на некоторых правовых аспектах в силу которых исковые требования и сов не подлежат удовлетворению 24 февраля 2005 года пленум верховного суда российской федерации принял постановление номер три о судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан а также деловой репутации граждан граждан и юридических лиц пункт 7 названного постановления гласит что по делам данной категории необходимо и ведь виду что обстоятельствами имеющими все имеющими в силу статьи 152 гражданского кодекса российской федерации значение для дела которые должны быть определены судьи при принятии искового заявления и подготовки дела к судебному разбирательству а также в ходе судебного разбирательства являются факт распространение ответчиком сведений об сц порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности при отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судов 9 силу пункта 1 статьи 152 гражданского кодекса российской федерации обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчики истец обязан доказать факт распространение сведений лицом которому предъявлен иск а также порочащий характер этих действий соответствии со статьей 10 конвенция защите прав человека и основных свобод и статьей 29 конституция российской федерации гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова а также на свободу массовой информации позиции европейского суда по правам человека при рассмотрении дела защиты чести достоинства деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения фактов соответствия действительных которых можно проверить и оценочные суждения мнения убеждения которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 гражданского кодекса российской федерации поскольку являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика не могут быть проверены на предмет соответствия и действительность первое из текста искового заявления не ясно когда при каких обстоятельствах и каким образом ответчик распространил сведения в отношении истцов так в исковом заявлении сделаны ссылки на текст опровержения письмо к истцу и устные высказывания по каждому из названных оснований в тексте искового заявления не указано когда время место где каким способом и кому были сообщены сведения ответчиком 2 из прилагаемого текста опровержения никто не может сделать вывод о том что в отношении кого написан текст опровержения в нем отсутствует указание на имя фамилию отчество истов связи с чем утверждение истов что сведения распространены в отношении них не подтверждаются текстом опровержения третье в тексте опровержения отсутствует сведения о фактах а только содержится христианский взгляд ответчика на мотивы поведения истов который носит потенциальный характер и не может быть проверен судом на предмет соответствия действительности об основах такого взгляда указано выше в тексте опровержения отсутствует сведения о фактах а только содержится христианский взгляд ответчика на мотивы поведения истов который носит оценочный характер и не может быть проверен судом на предмет соответствие действительности об основах такого взгляда указано выше в тексте опровержения отсутствуют слова причинили зло людям текст опровержения подготовлен ответчиком после распространения из сами несоответствующие действительности и порочащих ответчика сведений и был предложен и сам для подписания в качестве опровержения указанных сведений в связи с чем передача текста опровержения и сам не может рассматриваться как распространение каких-либо сведений в отношении истов ответчик пытался защитить свои уже нарушенные из сами права в до судебном порядке не прибегая первоначально к судебной защиты в соответствии с требованиями законодательства и религиозных норм добросущество совестность поведения ответчиков в данном случае подтверждается и тем обстоятельством что именно указанный текст опровержения был указан им в исковом заявлении поданном в суд указание суда на необходимость изменения текста опровержения поскольку в нем содержится религиозная терминология и требования затрагивающие религиозные взгляды истов не может рассматриваться как признание указанного текста незаконным шестое передача указанного текста опровержения в суд либо последующее его оглашение не может рассматриваться как распространение сведений поскольку правосудие в россии является гласным судебные заседания открытым открытыми седьмое письмо к истцу представлено в виде компьютерной распечатки что не может свидетельствовать об авторстве ответчика указанного текста письма письмо имело место вероятно не в такой редакции которая представлена в суд но она была адресована именно ему и его озвучивание в публичной форме самим и сом исключает ответственность ответчика даже если в нем содержится сведения несоответствующие действительности и порочащие истца девятое после получения письма этого или иного истец написал ответ ответ ответчику в котором благодарил ответчика за вразумление что свидетельствует о том что написанием такого письма права истца нарушены не были все перечисленные обстоятельства являются основаниями для отказа в удовлетворении исковых требований и истцов в связи с их необоснованностью лапкин игнатий тихоныч 15 марта 2005 год притчи 16 глава 7 стих когда господу угодны пути человека он и врагов его примеряет с ним книга про к иеремия 15 глава 19 стих на сие так сказал господь если ты обратишься то я оставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим и если извлечешь драгоценное из ничтожного то будешь как мою со уста они сами будут обращаться к тебе а не ты будешь обращаться к ним молюсь за здравия усопшего раба что вовремя он съехал так грозился детей его пусть пощадит арба хочу чтоб на постели не разлился молитвой молочу со всех сторон мешаю путаю и мысли злодеяния прореживаю их ряды чуть тронь заголосят как с голодухи с пьяну враг ухищряется стоп полчищ окрутить бесовских рекрутов наймитов кровожадных с цепи на уськов на меня спустить хвосты поджавших ошалевших шавок молитвы смерч и столб благословений над нашим станом светит к облакам что из того что враг исходит пеной нас мало каждый кто с руки лакал библейские сражения вспоминаем и с полохами плещется надежда уверены что те герои с нами они заистину такие же как прежде не заказной молебен от души от глубочайшей веры в справедливость мы просим чтобы враг нас не зашиб бесплодным стало зло как в климакс друзья хлопочат силятся помочь пост объявляют строгий чуть не в меру молитва общая проносится как смерч исполнится просящему по вере молитвой небо некто заключил пророка илью ахав боялся прощения праведных страшнее чем мечи смиряют волн неистовую ярость о господи спаси и сохрани от тех чьи пятки бьют сильнее ослиных ты сам как знаешь глубже схорони обиды недругов под слоем жирной глины 15 марта 2005 год игнатий лапкин